шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о свободе от и свободе для недавно мы отпраздновали праздник песок праздник нашей свободы отпусти народ мой это настоятельный призыв маше к фараон народ должен быть свободен в нашей недельной главе шмени нам дается много предписаний о том как истинно служить нашему творцу так было ли в таком случае песок освобождением или является ограничение свобода столь высоко ценимая в современном обществе и воспринимаемая как необходимое и непременное может быть так сказать только призывом маше но она ни в коем случае не означает свободу от он не должен был гарантировать людям жизнь в анархии после выхода из египта свобода от рабства дорогие друзья навязанного фараоном должна была уступить место служение соответствует соответствии с заповедями и запретами творца мира свобода для означает жить жизнью в которой совершенство должно быть сопряжено с человеческой миссии который будет не в силах помешать каприз какого-либо правителя данном случае фараон связи с этим дорогие друзья возникает вопрос насколько мы свободны если мы принадлежим какой-либо религии которая налагает на нас множество заповедей или запретов как это происходит например в иудаизм чтобы это понять я хотел бы объяснить это на примере думаю что многие понимают что способность управлять автомобилем это есть свобода вы можете ехать куда и когда вы хотите вы не связаны в свободе при движении с другими людьми тем не менее вождение автомобиля подвержено бесконечному списку ограничений то что вы должны делать это что вы не должны делать управляем машины может сильно ограничить вашу свободу и обязанность этих правил и требований тоже велика если вы не дай бог делаете поворот слишком крутым или недостаточным скажем так поездка может не дай бог закончится катастроф но водителям эти необходимости воспринимаются иначе до правила вождения ограничивают его свободу но они же одновременно и защищают и расширяют его возможность и следовательно его опыт был свободным внутри данной системы то же самое дорогие друзья произошло с выходом из египта рабский народ находившийся во власти могущественного и враждебного окружения получил от него свободу но это дорогие друзья не было самоцелью цель состояла в том чтобы быть свободным и жить внутри заповеди и запретов нашего всевышнего этого я нам всем и желаю браха вас лаха идите по путям всевышнего будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан